Доброе утро, Дорогоша! Доброе утро, доченька! Да, я сделаю. Ой, я никак не смогла управиться этим. Мне показалось, что сегодня ты вся сияешь. Ты на свой рот посмотри, он тебе порвется от улыбки. Если бы ты не пошла на работу и тоже пошла с нами. Ой, нет, не дай бог. Дай бог, чтобы у меня всегда была работа, а мы найдем с тобой время для развлечений. Ну, я пошла. Я желаю тебе удачи. Ты мне не удачи желай, а желудок, чтобы был готов у меня. Доченька, а кто в итоге пойдет? Озан, Берчин и я. Разве у тебя сегодня нет уроков, Асту? Может, ты посидела бы дома? Нет. Но, если хочешь, я могу не пойти. Иди гуляй, доченька. Боже мой. Иди, нам тоже надо отдохнуть, ради бога. Ты смотри, а. Ты сегодня решил вылезти, да боже мой. Нет, я не смогу пойти. Посмотрю-ка, я там все еще там. Что я буду делать-то? Что я буду делать? Не смогу пойти. Ужасно. Мама. Мама, нет. Нет, ужасно. Ты посмотри. В таком состоянии я никуда не пойду. Сейчас позвоню заново и скажу, что я никуда не приду. Ну, неплохо. Не неси чушь. Из-за какого-то прыща ты откажешься от дня, проведенного с Азаном? Ты посмотри. В жизни все проблемы можно решить. Главное, чтобы у тебя было желание. Садись, давай. Садись. Смотри, как мы решим эту проблему. Подожди-ка, смотри, как мы обработаем. Подожди. Волосы дай-ка откроем. Больно? Смотри. Хорошо. Вот видишь? Вот так вот. Прекрасно. Друзья, прервемся на 15 минут. Ты вроде говорил, что ты не будешь ради денег играть. Да. Я говорил так. Но вчера, когда уволили меня, я подумал, что не время упрямиться. Я теперь часто буду здесь играть. Вот как. Ну а почему ты не спрашиваешь у меня, что я здесь делаю? Я все узнал от начальника. Прекрасную новость сказал мне он. Очень хорошо. Теперь мы снова будем работать вместе. Да. Хорошо. Почему он сейчас остановился? А я думаю, почему эта машина остановилась рядом со мной? Почему ты не сообщаешь? Ты испугался, сразу позвонил мне, да? Ой, извините, пожалуйста. Я заставила вас ждать. Волосы, хрики и так далее. Зачем нужно было так мечтаться, Бершчин? Мы будем бургерную. Ты прекрасно выглядишь, Бершчин. Я обращаю внимание на него. Он безвкусный. Я же взбираюсь в этом. Вперед. Спасибо. 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 Сестра, ты куда? Я должна была подметать его входа. Еще и шапик на меня повесили. А у Яшара дела. Я сейчас разорвусь на части. Ладно, ты иди закупайся, а я буду подметать ее двери. Нет, жизни не позволю. Я что, заставлю тебя подметать двери? Ты и так помогаешь мне совсем по дому. Мне что, еще дела комплексом тебя повесить? Рогомая, мне же не сложно. Я всего лишь подмечу, и все. Ты иди закупайся. Подожди. Тогда давай делаем водка. Я буду подметать, а ты пойдешь покупать. А то если они видят чужого человека, начнут ворчать. Хорошо, ладно. Доброе утро. Ты чего так с утра приоделся? Я выезжаю. Ты же говорил, что у тебя не будет урока сегодня. Ты куда? Я должен кое с кем встретиться в узе. Я не опоздаю. Приятного аппетита. Ты готова? Готова. Интересно, в соусе есть чеснок. И солей нет, тут много. Очень вкусно, но я бы еще 10 таких съел. Повар, можешь еще 2 порции принести? Вот как значит. Ну, увидим сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Господин Торек, извините, я очень спешу. Нам нужно поговорить. Нам с вами не о чем разговаривать. Позволите мне? Эди. Хотя бы один разок, позволь нам поговорить. А потом куда хочешь, иди. Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, друг. Болтавший с женой проблем, еще и тот появился. Орет, я своровал, я своровал. И то, что он делает посылкой, три чашки. Всего три чашки в павильоне. У тебя огромные заказы. Чего ты гонишься с тремя чашками? Я понять не могу. Злость от этого выплеснанных идеи. Ну, погоди у меня. Будь внимательна. Мое платье испорчено. Мне правда очень жаль, я сейчас же... Доченька. Собери осколки. Извините, госпожа. Вы присядете за стол и принесете вам в салфетке. И что, проблема на мою голову? Я тебя, значит, звал обратно? А ты постоянно лажаешь. Если можешь две чашки отнести, так вообще не работает. Ост, извините, пожалуйста, ну правда. Внезапно она так появилась. Пожалуйста, извините, это больше не повторится, обещаю. Постоянно одно и то же. Послушай, этот Ягдис умолял меня. Сказал, что будет играть на баклами, если я возьму тебя на работу. Неиспытывай мое терпение. Значит, Ягдис? Эй, Люль. Я доброшел к тебе. Чего ты пытаешься добиться, а? А что я сделал? Начальник рассказал. Ты торговался с ним. Согласился играть на баклами, ради того, чтобы он принял меня обратно. Ты так расстроилась, и ты еще скрываешь это от меня. Я и знаю, что ты разозлишься. Ну тогда зачем ты это сделал? Эй, Люль. Я не смог видеть, как ты грустишь. Я ничего плохого сделать не хотел. Я просто хотел обрадовать тебя. Не лезь в мои дела. Мне кажется, сейчас тошнит. Ты ведь ничего не съела, Берчин. Слушай, может пойдем в туалет с тобой? Нет, я пойду. Ладно, ничего себе не случится. Сядись, продолжай. Ты очень невнимателен. Ну давай. Уже не влезает, да? Все из-за тебя. Ты еще и меня обвиняешь, что Мажа уронила. Слушай, не смейся. Ты довольна тем, что сделала? Да, прекрасно получилось. Как элемент декора. Слушай, если я тебе сделаю такой элемент декора, это плохо кончится. Мы к концу банить попадем. Все нормально? Все нормально? Что случилось, брат? Почему ты меня позвал? Ага. Пойдем со мной, пойдем. Иди сюда, иди сюда. Ага. Смотри. Я увидел его, когда ехал сюда. Он так невинно смотрел на меня. Может, приюти ему? Что скажешь? Слушай, брат, он такой красивый. Дай-ка я поглажу тебя. Брат, но мы не сможем за ним присматривать. Мы ведь дома-то толком не появляемся. У него будет депрессия. Как скажешь, Ага. Но послушай, если хочешь, мы можем хозяев для него найти. Что скажешь? Как скажешь, Ага. Но пусть эта малютка не останется на улицах. Давай найдем ему хозяев. Именно так. А? Черная морда, черная морда. Бургерли мы не обледелись, кто лучше. Давай здесь проверим. Знаешь, ты допустил большую ошибку, решив посередоваться со мной на велосипедах. Сразу скажу тебе. Я вожу ближе к совершенству. Пока же ты оказался самодовольный. Какая-то хвостонишка. Мне кажется, они какие-то грязные, эти велосипеды. Берчин, если хочешь, можешь ехать, можешь подождать нас здесь. Нет-нет, я с вами. Ну тогда ладно. Если все готовы, давайте начнем. Два круга. Прошу вас, начинайте. Это аванс вам. Нет еще чего. Это не нужно. Мы в одно время начнем, не так ли? Тогда я обратный отчет начинаю. Три. Два. Один. Вперед. Стойте, меня тоже подождите. У меня не так много времени, господин Тарак. Скажите поскорее, что хотите, и я пойду. Где ты была все это время? Вы меня позвали, чтобы задать этот вопрос? На самом деле, у меня так много вопросов к тебе. Я даже не знаю, с чего начать. Где ты была? Что ты делала? Как ты жила? Если кому-то нужно кого-то отчитывать, то это мне, тебя. Это ты где был до этого момента? Что ты делал? Почему ты не вернулся? Что ты делал? Субтитры сделал DimaTorzok Я как раз хотел тебе позвонить Кажется, у нас с тобой чесотка Видимо, это от собачки Эх, брат Вот сейчас самое время для этого Ну ладно, увидимся еще Ты чего чешешь все, как будто у тебя чесотка? Не как чесотка, это именно она и есть? Ой, извини, дорогая Нуран, я так внезапно ворвалась от тебя, однако Ну нет, матушка, никаких проблем нет У меня просто сегодня было много дел, вот я немножко спину прихватила Ну ладно, отдохну немного и пройдет Дела-то повседневные Знаешь, что я хотела бы тебе сказать? Я просто очень переживала Ну что, ты смогла поговорить со своей дочерью? Слушай, Розия Ты говоришь, что мы не торопимся, а потом каждый божий день ты... Слушай, дорогая, я хочу первый шаг сделать, чтобы мы уже могли расслабиться, понимаешь? Матушка, я все еще не разговаривала, Цейлюль Но ее отец это не совсем одобрит, сразу тебе скажу Он хочет, чтобы она училась Последняя игра Кто выиграет, станет чемпионом Ну, то есть мной Ты смотри на него И как же это будет, а? В бургере у нас была ничья На велосипедах выиграла я, поэтому У тебя нет ни единого шанса, чтобы стать чемпионом Велосипеды не будем брать счет У меня шина лопнула, поэтому так получилось Но этот матч подведет все итоги Вот как значит Ты думаешь, что ты уделаешь меня, но... Я прекрасно забрасываю мяч Давай, Берчин Ты тоже не отставай Я устала Кто-нибудь выиграет, пусть мы уже уйдем отсюда Ладно, ладно Я сейчас вот этого приземлю на землю И мы пойдем отсюда Ну давай, начинай Один нойс Один один Субтитры создавал DimaTorzok Пока я был за границей, у мамы сердечный приступ случился Я в срочном порядке отправился к ней Столько дней я сидел у нее в палате, смотрел на нее Ее состояние не было хорошим Но сейчас, слава богу, у с ней все нормально Как только она выздоровела, я приехал в Кушадосы Но тебя там уже не было Я везде искал тебя Я у каждого спрашивал о тебе Но никто не знал, где тебя найти Я подумал, что ты не хотела меня ждать Прости Не стоит извиняться Там уже столько лет прошло На самом деле нет смысла это обсуждать Мы с тобой чужие люди, господин Тарек Вы лишь не забывайте об этом, пожалуйста Не ставьте меня, пожалуйста, в нелогкое положение Я не делаю ничего, что способно навредить тебе Вы не появляйте меня на глазах Мне будет достаточно этого Думаю, как победитель я заслуживаю какой-нибудь приз Но Разве не выиграла в баскетбол? Я ведь не на всю мощь играла с тобой Знаешь, ты, конечно, аферист Не было бы Берчин, я бы не смогла доказать свою победу Берчин В следующий раз мы с тобой вместе пойдем, хорошо? Не будем его брать с собой Хорошо Боже мой, вы сразу объединились? Ну я тогда побегу, увидимся в Вузе Кстати, это был прекрасный день Да, прекрасный день Я тоже ухожу, потом увидимся А чего ты ожидала? Да Это чесотка Я выпишу рецепт Будешь принимать за тихо, пока не пройдет чесотка И те, кто живут с тобой, пусть тоже принимают И там, где ты живешь, тоже надо везде попшикать его Поздравление Спасибо Всего доброго Ты ведь живешь в общежитии, да? Кто знает, сколько здесь заразится этим А в каком общежитии ты находишься? А, это Со стороны лошади А, общежитие Казан-Джелар? Да Говорят, оно плохое Ну конечно, оно самое дешевое Поэтому ты, наверное, его и выбрал На самом деле, за эту цену мы можем и дом тебе найти Кому же мы найдем человека, с которым вы вместе будете снимать квартиру И тебе будет дешевле А, нет Мне там нормально Ну не надо сразу отказываться Послушай, рядом с нашим домом тоже есть дома на аренду И вроде они нормальные по цене Хорошо Как-нибудь посмотрим Это хорошо, что у меня чесотка появилась Ты простила меня Что происходит, Берчиш? Что с тобой? Послушай, мама Мы весь день занимались какими-то глупостями Все время делалось то, что я не люблю Так еще и пока Узан со своим развлекались Я как дура бежала за ними Ты смотри на меня А ей не может нравиться Узан? Не думаю Она относится к Узану так же, как ко мне Даже я могу сказать, что ко мне она лучше относится, чем к нему Самое важное, чтобы Узану она не понравилась Я думаю, вероятность тут нулевая Знаете, наверняка мы не можем Помнишь, когда я спросила, я пожалела об этом? Ладно Ладно, подожди, ты успокойся Успокойся Надо подумать Ладно Как дела, матушка? Мой дорогой сынок Мой дорогой Мама, ладно Давай мы не будем преувеличивать, а? Как прошел твой день? Хорошо, тетушка А ты куда идешь? Я пойду затовариваться для ужина Дай мне, я все сделаю Спасибо, дорогая Боже Игос, послушай, сначала в мастерскую, а потом в путь, а то застрянешь Хорошо, брат Какие здесь красивые виллы Брат Твой тесть здесь работает? Не знаю, я первый раз тоже приезжаю Если у него здесь вилла, ты, может, приедешь к нему? Нет, ты чего? До такого он не догадается Ну ты все верно говоришь Если использовать голову и поселиться здесь Ни долгов, ничего не останется Ну ладно, давай, тебе еще ехать Не заехав в мастерскую, не выезжай в путь Субтитры сделал DimaTorzok Отец?